Мир велик и многообразен. И каждое мгновение в голове какого-нибудь еще неизвестного гения происходит великое открытие. Постепенно эти открытия начинают пересекаться друг с другом, дополняя одно другое. И вот, человечество незадумываясь пользуется новой услугой, о которой раньше писали лишь в журналах научной фантастики. Именно это произошло с целым рядом фантастических открытий, именуемых теперь довольно привычно и обыденно — услугами сотовой связи. Хотя для большинства россиян сотовый телефон — это все-таки еще запредельная мечта. Да и что с ним делать, мало кто знает. Именно для вас мы и начинаем цикл передач «Мир Билайн». Возможно, это и ваш мир, не сегодня, так в будущем. Первая система мобильной телефонии появилась в нашей стране в 1991 году, когда в Европе действовали уже 24 сети. Но российский младенец, оказавшись в компании тинейджеров Старого Света, ничуть не стушевался и набрал высокий темп развития. Кризис 1998 года, как это ни парадоксально, привел к бурному развитию рынка сотовой связи в России. Компании-конкуренты перешли к агрессивной борьбе, операторы шли на риск, сражаясь за потенциальных клиентов, и результат не замедлил сказаться — количество абонентов сотовой связи в России выросло за год почти в два раза. Конкурировать просто в обеспечении своевременной качественной телефонной связью стало делом неблагодарным. Все крупные компании, предоставляющие население услуги сотовой связи, в сфере технического оснащения находятся примерно на одном уровне. Выход был найден довольно быстро. Сфера услуг может расширяться бесконечно. Человек с сотовым телефоном BeLine становится полноправным гражданином особого мира. Теперь он не просто может позвонить в любой момент тому, кому пожелает. Меняется полностью образ его жизни. В частности, компания DAL Telecom International предоставляет своим клиентам ряд услуг сервисно-справочной службы совершенно бесплатно. Допустим, вы не совсем осведомлены, в каком случае вам необходим тот или иной сервисный телефонный номер BeLine. Наберите 611. Оператор справочной информационной службы объяснит, как выбраться из-за труднительной ситуации. Расскажет, какие трехзначные номера существуют еще и какими из них лучше воспользоваться, чтобы получить помощь. Даст полезный совет, проконсультирует. Называйте это как хотите, но уж точно никто не станет ссылаться на нехватку времени и пытаться отделаться от вас и ваших проблем. Вы торопитесь на встречу, а часы оставили дома? Да и кто им сейчас доверяет этим часам? Позвоните на номер 100, и вам сообщат совершенно точное время суток. Существуют также платные услуги справочной сервисной службы. Например, такая совершенно бесценная, как телефонный секретарь. Все очень просто. Вы набираете 633 и получаете самую необходимую информацию по Хабаровску. Прогноз погоды на сегодняшний и завтрашний день. Курсы обмена валют банками города и адреса обменных пунктов. Адреса многих фирм и магазинов города. И справку, как до них добраться. Не всегда под рукой телефонный справочник, а потому набирайте 633 и вам подскажут телефонные коды больших и малых населенных пунктов России и зарубежья. А также по вашей просьбе, телефонный секретарь найдет любого абонента городской телефонной станции по фамилию, адресу или номеру телефона. Вы решили, что достаточно поработали и пора отдохнуть. Все по тому же номеру 633 вам подскажут время работы городских саун, ресторанов, расценки, а также есть ли там сейчас свободные места. Какие спектакли и фильмы можно посмотреть сегодня, наличие билетов и цены на них. Как видите, Даль Телеком Интернешнл заботится о том, чтобы вы не тратили напрасно свое время для самых ленивых программы телепередач. Любая информация, касающаяся транспорта. От расписания движения поездов, самолетов и теплоходов и наличия билетов, до резервирования услуг автомойки. От адресов предприятия автосервиса до наличия топлива на Хабаровских автозаправочных станциях. Кроме того, телефонный секретарь передаст ваше сообщение на пейджер или другому абоненту. Выполнит функции будильника и напомнит вам о намеченных встречах или делах. И даже сообщит о наличии лекарственных препаратов в аптеках города. Эта услуга предоставлена фирмой Пьорит ДВ. Ведь Мир Билайн это не только компании, предоставляющие непосредственно сотовую связь и абоненты, то есть те, кто этой связью пользуется, но и множество фирм-компаний-партнеров, предоставляющих те или иные виды услуг. Это и названные уже Пьорит ДВ, и Хабаровский краевой центр психического здоровья, и Хабаровское метеоагентство, и СФЧ, и многие другие. Давайте на этом далеко не полном перечне сервисно-справочных служб остановимся. Об остальных мы поговорим в следующих выпусках программы Мир Билайн. Любой мир ничто, если в нем никто не живет. И то, каков этот мир, интересен ли он, загадочен, или просто безыскусен, зависит от его жителей. В мире Билайн интересен каждый житель, тем более, что имена многих из них мы слышим довольно часто. Этого человека узнает любой из тех, кто часто добирается на работу троллейбусом или слушает радио, не пропуская рекламных объявлений. Узнает по голосу. Ну а если о таких спектаклях ТЮЗа, как Бунна, До свидания, Овраг, Младший, Тринадцатая звезда и другие, вы знаете, не понаслышке, то наверняка уже догадались, что речь в сегодняшней рубрике Мир Абонента пойдет о замечательном актере Владимире Домбровском. Кто я, кто я? Замечательный случай, когда она была на спектакле, где найти Алису, там каждый актер играл по 5-6-7 ролей. Вот, и когда пришел в театр новый актер, его вводили на, на самом деле, вместо другого заболевшего, по-моему, актера на эти роли, с малого количества репетиций, он выскакивает со сцены за кулисы, его там костюмеры переодевали, а он, кто я, кто я, кто я, кто я сейчас? Да, вот, как бы такой анекдот. Кто я? Кто я, что я? Только лишь мечтатель. Не знаю. С 76-го года я служу здесь. Жалею об этом, не жалею, не знаю, хотя часто посещает какой-то Булычевский вопрос, на той ли улице живу, ту ли жизнь проживаю, тем более вот сейчас, в это дурацкое время, когда, цитирую любимого своего поэта, моя поэзия здесь больше не нужна, да и, пожалуй, сам я здесь не нужен. Вот, ну ничего, ничего, работаем. Это уже, наверное, это уже, наверное, судьба, не знаю, душа, наверное, потому что тело мое, оно то уносится из этого театра, а то опять возвращается, пытаясь, скажем, вместить дух и душу. Театр, вот как духовность какая-то, вот она из меня не выходит. Что есть мне я в искусстве или что есть мне искусство во мне, это есть то, что есть. Я говорю, что я думаю, что мы поладили и полюбили друг друга. Я достаточно самодостаточен, достаточно мудр, может быть, чтобы относиться и к себе, и к театру. А так, как, скажем, должно бы относиться, чтобы жить в гармонии, в союзе. Дело же, как бы, главная роль, не главная роль. Дело в другом позволяет это роль, что-то сказать людям свое и не позволяет. Приходишь на работу, висит приказ, что вот сегодня ты табуретка, а завтра Гамлет. Конечно, хотелось бы, чтобы в каждом приказе ты был Гамлетом, ну, да и табуретки надо кому-то изоброшивать. А вот, а дети, дети, это прекрасно, в общем. Вот ради детей нужно работать, нужно завоевывать их души, потому что время такое... Основная служба — это служение театру, который я, как бы, бросать не собираюсь, несмотря ни на что. Но для того, чтобы как-то жить в этом мире бушующем, вынужден заниматься еще чем-то. Я говорю, что последние, скажем, лет 10 очень многими вещами занимался, вплоть, скажем, от карабинничества какого-то и хождения в народ с продвижением продукта, товара. Потом у меня было очень много друзей из сопредельного государства Китай, которым я также помогал продвигать свой товар на рынке. Потом четыре года я провел на телекомпании ТВА, занимаясь рекламой. Студия «Марк», которую я представляю, которая производит аудиопродукцию рекламную, достаточно солидно в техническом и творческом отношении. Тоже очень творческая работа. Это, опять же, эта игра, я уже говорил, что мы постоянно играем. Вот сейчас, отыграв какую-то роль в театре, я выхожу и играю. Вот здесь я общаюсь с людьми. И мне нравится общаться с людьми. Хотя можно было, наверное, бросить все, уехать за рубеж, и при такой-то голове талантливой, господи боже мой, да элементарно. Я вкалываю, и вкалываю очень много, можно сказать, с утра до вечера. Ну, единственное, что мы позволяем, это, может быть, раз в месяц съездить на пикничок, на шашлыки и прочее, прочее, если удается. Я никогда не был, скажем так, лентяем. В детстве родители меня приучили, что труд, он облагораживает человека. Вот я и такой облагораженный сижу. Поэтому сказать все-таки, кто я? Я путник. Программа «Мир Билайн» объявляет конкурс на самую интересную историю, связанную с сотовым телефоном. Если в вашей жизни произошла комичная или драматичная ситуация, которая не произошла бы, не будь у вас мобильника, звоните нам по телефону 64 94 00 или пишите по адресу Ленина 4, телекомпания Телекон ТВ, программа «Мир Билайн». Да, вы пока не знаменитость. Но по вашей истории мы сможем снять сюжет, героем которого будете вы. Итак, мы ждем вашей информации на конкурс «Самая мобильная история». А сегодня невыдуманная история от Татьяны Сединой, автора и ведущей программы «Окей». «Самая мобильная история» Могаевис Хабаровс будет знать, какой я чайник. Это случилось летом. Мы с Анжелой с Кокуновой отлежали от Билайна. И как раз мы отъехали от Билайна, и мне надо было повернуть на Волочайск. В этот момент, вот как раз-таки на повороте, там не было даже абсолютно превышено скорость, потому что не было вообще никакой, стакан с кефиром, который стоял у меня на панели, упал в мою сторону. Кефир разлился весь по панели, и я автоматически, у меня получилось, что я руль вывернула вправо. А с улицы Ленина на бульвар всегда мчатся машины, хотя там стоит ограничение 40 км в час. И я очень четко понимала, что я совершила ошибку, и что эта ошибка стоит мне, может стоить мне жизни. Я резко вывернула руль влево, и хотела посмотреть в зеркало заднего вида, но зеркало я не увидела, потому что скакунула, поправляла прическу в этот момент. И, в общем-то, когда я вывернула руль влево, у меня колесо очень сильно ударилось о бордюр и разорвалось в лоскуте. В первый момент у меня было вообще оцепенение. Я сидела, меня все трясло, и я вообще не знала, что делать. И тут раздался звонок. И вот только тут я вспомнила, что у меня есть сотовый телефон Билайн. Этот звонок вывел меня из оцепенения. Я переговорила, это оказался знакомый. Я ему сказала, что я нахожусь вот именно в такой ситуации, что у меня на самом деле есть и домкрат, и запаска, но я не знаю, как с этим совсем справиться, потому что даже как ставить домкрат или так, или так, и какими ключиками крутить, и какие именно гаечки, вот этих деталей я, к сожалению, не знала. Он по телефону попытался мне провести ликбез. То есть, что вытаскиваешь домкрат, отставишь его под машину. Потом он меня спросил, а какой у тебя домкрат? Такой или... Я же не знаю, что у них еще там есть масса разновидностей, но у меня вот такой какой-то. Но я вытащила, посмотрела его по-честному на этот домкрат. Я по-честному попыталась его подставить под машину, но у меня из этого ничего не получилось. У самого у него не было времени приехать и это сделать. И поэтому я вспомнила, что, оказывается, у меня есть сотовый телефон. У меня есть масса знакомых в Хабаровске, которым можно позвонить, и которые приедут и сделают все это за меня. По первому звонку отозвался наш с Анжелой общий знакомый Юра. Вот я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить его за то, что он тогда летним днем не оставил меня на дороге, и мне не пришлось самой там подставлять домкрат и менять колесо. Ему пришлось приехать, сделать мне, поменять мне, перебортировать колесо, и дальше мы уже поехали спокойно. Спасибо, Юра. Я хочу сказать, что если бы в тот момент у меня с собой не было сотового телефона, мне пришлось бы наверняка очень долго стоять на дороге, махать руками и кричать в СОС, и просить вообще проезжающих о помощи. СОС, и СОС, и СОС, и СОС, и СОС. СОС, и СОС, и СОС, и СОС. СОС, и СОС, и СОС, и СОС. Что же подразумевается под словосочетанием абонентская плата? Это тот минимально гарантированный взнос, который выплачивает каждый абонент-оператору сотовой связи за получаемые услуги с определенной периодичностью. Каждый день, каждую неделю или каждый месяц. Нормальный человек, умеющий считать свои деньги, тут же задаст вопрос, почему, например, даже если в течение месяца я не пользуюсь телефоном, с меня берут какие-то деньги, называемые абонентской платой. Все это делается потому, что ваша сотовая трубка входит в сеть, а ее обслуживание требует затрат. Существует, конечно, такая форма услуг, когда абонентская плата не взимается. Эта форма известна миру как B+. Плата в случае использования B+, не взимается по той простой причине, что оплата производится в момент покупки карточки B+. Как интенсивно вы будете использовать свои сотовые, так часто вам и придется приобретать новые карточки. Вот и все на сегодня. Мы на время оставляем мир Билайн. Все еще загадочный и непостижимый, но теперь он нам стал чуточку ближе. С каждой новой программой он будет открываться нам все доверчивее, и мы станем его постоянными гостями. На этом все. До свидания. До встречи в мире Билайн. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok